Здравствуй, дорогой друг! В предыдущих программах мы уже рассказывали об элинном русском богатыре Илье Муромце, но предания сохранили память о еще одном легендарном воине – Евпатии Калаврате. Это герой рязанского народного сказания XIII века, времен нашествия хана Батыя на Русь. А знали ли вы, что историки считают, что в отличие от многих других героев эпоса, в данном случае речь идет о реальном человеке? Первый удар войск Батыя приняла на себя Рязань. Понимая, что в одиночку город не выстоит, князь Юрий отправил гонцов за помощью во Владимир и Чернигов. Среди послов был князь Ингварь Ингваревич и рязанский боярин Евпатий Калаврат. Пока Рязанское посольство находилось в Чернигове, события развивались стремительно. Князь Юрий выслал в лагерь Батыя посольство во главе со своим сыном Федором. Батый счел, что русские послы не проявили достаточной покорности и приказал убить их всех. Не дождавшийся помощи рязанский князь принял решение драться с монголами в поле. Сражение рязанского войска, составлявшего несколько тысяч человек против статтысячной армии монголов, было предрешено заранее. После победы армия Батыя подступила к стенам Рязани. Оборона города началась 16 декабря 1237 года. Рязанцы умело отражали атаки противника, но силы были слишком неравны и спустя несколько дней город пал. В Рязани началась резня. Руководивший обороной князь Юрий погиб вместе с большинством жителей. Древний город был уничтожен полностью и более не восстанавливался. Рязань, которую мы знаем сегодня, это на самом деле город Переславля-Рязанский, ставший столицей княжества после нашествия. Узнав о сражении, Евпатий Калаврат вместе со своим отрядом поспешил на помощь родному городу. Однако его взору предстало лишь пепелище. Калаврат был потрясен. В Рязани монголы не щадили ни женщин, ни детей, ни стариков. Военачальник с горсткой смельчаков бросился в погоню. Всего отряд Евпатия Калаврата насчитывал около 1700 воинов. Удара с тыла армия Батыя не ожидала, уверенная в том, что рязанские дружины уничтожены полностью. Русские воины атаковали неприятеля из леса, разгромив их стан и нанеся монголам тяжелое поражение. Воины Батыя были язычниками и верили, что с ними сражаются не люди, а разгневанные духи павших рязанцев. Изумленный Батый послал против Евпатия известного татарского богатыря Хаставрула с отрядом самых сильных воинов. Но все они пали в бою с отрядом русских. Покончить с сопротивлением дружины Калаврата удалось лишь тогда, когда пустили в ход камнеметные машины, предназначенные для разрушения укреплений. Из 1700 воинов взять живыми монголам удалось лишь шестерых из раненых бойцов. Евпатий Калаврат погиб на поле боя. Хан Батый повелел принести тело погибшего русского командира. Он долго вглядывался в лицо Калаврата, а затем сказал, «С тысячей таких богатырей я мог бы завоевать весь мир». В знак уважения к мужеству русских Батый велел освободить пленных и отдать им тело Евпатия Калаврата, для того, чтобы они могли похоронить героя с почестями. В XIII веке Москва являлась небольшим и небогатым уделом, где даже не всегда были свои князья. В конце столетия она досталась младшему сыну Александра Невского, Даниилу Александровичу. Именно он и стал родоначальником Московской княжеской династии. Как и всем прочим русским правителям того времени, Даниилу Александровичу приходилось участвовать и в междоусобных войнах. Но московский князь отличался редким для той поры миролюбием. Это качество князя Даниила Александровича снискало правителю любовь и уважение современников. К Москве потянулись люди из других княжеств – бояре, премесленники, земледельцы. Город стал строиться и крепнуть. Годы правления князя Даниила – это время становления Москвы как религиозного центра. Начало этому было положено основанием монастыря в честь преподобного Даниила Столпника. Свято-Данилов монастырь – первый из известных и дошедших до нашего времени московских монастырей. Точная дата его основания неизвестна. В исторической литературе чаще всего называют конец XIII века. Судьба Данилова монастыря сложилась удивительно. По легенде, князь Даниил завещал похоронить себя как простого монаха именно здесь. Несколько раз обитель приходил в запустение. Когда в 1572 году крымский хан Козы-Гирей подошел к Москве, его встретили метким огнем пушек с башен именно Данилового монастыря. Во времена польско-литовской интервенции его стены были обстреляны, а деревянные шатры сожжены. У стен обители повесили сподвижников Ивана Болотникова. Здесь же в 1610 году прокричали царю Василию Шуйскому, чтобы он отрекся от престола. Тут же был убит восставшими казаками воевода Прокопьи Липунов. Князю Даниилу удалось значительно расширить пределы своих владений. Он сумел присоединить к московскому княжеству Коломну и Переиславль-Залеский. Даниил Александрович так и не стал великим князем. Он скончался 5 марта 1303 года. Перед своей кончиной он, по примеру своего отца, великого князя Александра Ярославича Невского, принял монашеский постриг. В середине 16 века Даниил Московский был канонизирован в Русской Православной Церковью. Даниил Московский был канонизирован в Русской Православной Церковью. Это интернет-страничка Кстовского благочиния Нижегородской епархии. На сайте есть раздел, где можно задать священнику любые вопросы, связанные с православием. Например, Александр спрашивает, мою маму в советские годы крестила деревенская старушка. Нужно ли ей пройти таинство крещения снова? Да, Александр, в данном случае, чтобы не подвергаться сомнениям и вам, и вашей маме, конечно, нужно подойти снова к таинству крещения, предупредив заранее священника, совершающего таинство, о ваших обстоятельствах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!